здравствуйте уважаемые любители аудиомонтажа меня зовут толич это проект импульс и вы смотрите первый видео урок по аудиомонтажу для монтажа я буду использовать программное обеспечение soundforge pro 10.0 от фирмы sony о установке и настройке программы я запишу отдельное видео если необходимо напишите в комментариях а сегодня мы рассмотрим звуковые файлы и поговорим о том что необходимо знать для того чтобы монтировать фонограммы любой сложности и так при открытии любого файла soundforge нам показывает его графическое представление и так я вот записал звуки барабанов отдельно бас барабан отдельный хет и отдельно рабочий барабан наша задача с вами посмотреть как выглядят эти звуки для того чтобы потом попробовать найти их фонограмме где будут не только ударные инструменты вы прекрасно знаете что практически в любой музыке присутствуют какие-то ударные инструменты и как правило эти инструменты обозначают нам сильные доли по которым мы сможем с вами в дальнейшем выполнять аудиомонтаж поэтому чтобы научиться хорошо монтировать фонограммы необходимо научиться определять и находить сильные доли в этой фонограмме итак рассмотрим как выглядят ударные инструменты в данном случае это не настоящие а синтезированные ударные они имеют более более идеальный вид используются они в танцевальной музыке поэтому мы начнем рассмотрение именно с их представления это бас барабан что мы здесь видим мы видим такую высокочастотную часть которая нам обозначает момент удара колотушки а пластик далее идет низкочастотная составляющая это колебания самого пластика постепенно затухающие перейдем к рассмотрению рабочего барабана в рабочем барабане мы также видим момент прикосновения палочки барабанщика к пластику далее идет низкочастотная составляющая это колебание своего пластика вот оно в данном случае угасает и в отличие от бас барабана сюда подмешивается высокочастотная составляющая имитирующая мелкое дребезжание самого пластика или же дрожание пружинки рабочего барабана этот хвостик называется sustain ну и посмотрим на звук хета в звуке хета нет никакой низкочастотной составляющей как это было в бас барабане и в рабочем барабане здесь есть только высокочастотная составляющая достаточно беспорядочная и поэтому звук хета нам будет найти фонограмме сложнее всего ну мы будем ориентироваться на звук бас барабана мы сейчас поставим эти звуки рядом чтобы мы могли в одном и том же масштабе увидеть разницу и так мы видим с вами разницу что бас барабан выглядит реже будем так говорить как правило амплитуда громкость этого инструмента выше далее идет рабочий барабан он чуть плотнее но прослеживается вот это вот низкочастотная составляющая ну и звук хета он как правило тише чем бас барабан и малый барабан здесь нет никакой низкочастотной составляющей только высокочастотная составляющая с таким хвостиком который называется sustain давайте теперь откроем звук натуральных барабанов и сравним какая там будет разница между ними для того что уметь находить и звуки натуральных барабанов если будем монтировать музыку не электронную а музыку в стиле рок например и так вот у нас как раз это мы записали я записал легкий ритм рассмотрим как выглядит у нас натуральный бас барабан вы видите что никакого такого как щелчка как в синтезированном барабане не было этот щелчок вот он подмешан к низкочастотной составляющей он подмешан в виде высокочастотных колебаний этот звук далее мы видим что волна быстро угасает низкочастотная составляющая буквально то есть сильные колебания пластика буквально происходит два раза далее идет снижение амплитуды колебаний так называемого угасания звука вот и безусловно мы видим что бас барабан имеет такой же самый сустейн после звуча вот этот хвостик как и рабочий и как хет перейдем к рабочему барабану тут мы тоже видим нет никакого щелчка впереди и тоже мы видим ярко выраженный пару волн раз-два это самые будем так говорить сильные колебания пластика в момент удара вот и сам звук прикосновения палочки тоже здесь подмешан в виде высокочастотных составляющих они выражены ярче чем у вас барабана и мы видим что далее идет затухание также также как у вас барабана и сустейн после звуча ну и хет также высокочастотная составляющая вот здесь мы видим удар палочки по самому хету и таким образом в данном случае низкочастотность составляющая тоже просматривается но она возможно из-за того что еще остался звук бас барабана но в целом мы видим то же самое такую же самую похожую картинку как у нас нас синтезированных барабанах что звук бас барабана он выглядит реже как правило он громче звук рабочего барабана он выглядит плотнее имеет большой шлейф после звуча или сустейн как хотите и хет похож на остальные звуки имеет такой же самый хвостик но не имеет низкочастотной составляющей практически и определить и нам в миксе будет его очень сложно найти на сегодня все в следующем видеоролике мы посмотрим на примерах как находить и размечать сильные доли и как проводить монтаж разными способами чтобы увидеть остальные ролики подписывайтесь на канал пишите нам на наш электронный ящик задавайте свои вопросы в комментариях пока